С сегодняшнего дня и до 15 июля сочинцы призывного возраста ежедневно будут проходить призывную и медкомиссию. Сегодня справились с волнением и прошли все многочисленные проверки, осмотры и тестирования первые 50 человек. Среди них, как говорят сами ребята, пять счастливчиков, будущих солдат президентского полка. В элиту российской армии отобрали и 18-летнего Андрея Жукова. Такая новость для самого парня стала неожиданной, говорит, это честь. Но хорошая учеба, Андрей уже получил профессию электрика, спорт и здоровый образ жизни решили все за него. Андрей Алексеевич, в решении призывной комиссии вы призываетесь в вооруженные силы Российской Федерации и предназначаетесь в президентский полк. Спасибо. Вопросы есть? Нет. Удачи, до свидания. До свидания. Пока о президентском полке Андрей знает немного. Слышал лишь, что солдаты элитных войск выступают в праздничных парадах и что требования к будущим кремлевцам очень жесткие. Но многочисленные легенды призывника не пугают, ведь, ко всему прочему, он член казачьего общества. Мне сказали, ну, ты отличный кандидат, твое рассмотрение первым рассмотрят в Москве. Цель у меня была армию пройти по-любому. А вот этот президентский полк, это, ну, как, не знаю, как подарок на Новый год, что ли. Не останутся в накладе и остальные призывники, обещают в сочинском военкомате. Многие будут служить в Краснодарском крае и Южном военном округе. 52 человека призываются водителями, то есть это те молодые люди, которые отучились в Лазаревской автошколе, роста ДСАФ, получили образование за счет Министерства обороны. Сейчас будут по этой специальности служить в армии. Ну, а также, естественно, это сухопутные войска, военно-воздушные силы, деснатные войска, как всегда, и войска МВД в основном. Смысл девиза всех солдат – верность, честь и долг – этим юношам разъяснят уже в середине апреля. Именно тогда будет отправлена первая партия весенних призывников. Галина Моисеева, Ингагабешия, Борис Осин, телекомпания «ФКТ».